Добрый день, уважаемые слушатели Лектория! Меня зовут Галина Сергеевна Бородулина, я научный сотрудник лаборатории гидрохимии и гидрогеологии Института водных проблем Севера Карельского научного центра. И сегодня я вам расскажу о подземных водах Карелии. Как известно, подземные воды являются частью гидросферы планеты. И так как эта часть скрыта от наблюдений, очень часто превратно представляют себе люди, как воды располагаются, на какой глубине, как движутся. И этими вопросами занимается наука гидрогеология. То есть это геологический объект и наука тоже геологическая. Подземные воды – это все воды, находящиеся ниже поверхности земли, независимо от фазового состояния и взаимосвязи с породой. То есть воды подземные могут быть жидкими, твердыми, парообразными. Могут быть химически и физически связанными, капиллярными и свободными. Нас, конечно, интересует вода в свободном состоянии, способная к самостоятельным формам движения. Хотя вот, например, о физической, чтобы вы представляли себе, что такое физически связанная вода, все хорошо знают, представляют себе глину пластичную, которая содержит очень много воды. Но она именно физически связанная, несвободная. И ее просто так выдавить из глины очень сложно. Формируются подземные воды, главным образом, в результате просачивания атмосферных осадков, а также путем конденсации водяного пара. Но этот путь формирования характерен для пустынь, степей. Может быть, кто-то слышал, что под солеными грунтовыми водами в таких районах существуют линзы пресных вод за счет конденсации водяного пара, проникающего в трещины или поры. Воды подземные могут быть погребенными, так называемыми реликтовыми, которые сохранились от древних морских бассейнов или захоронились при накоплении мощных толщ и осадков. Подземные воды могут быть магматогенными или ювенильными. То есть это воды, которые образуются за счет дегазации магмы. Но это такие экзотические дискуссионные виды воды. Для наших регионов они, конечно, не характерны. И по поводу термины, которые будут встречаться. Во-первых, забудем про такие выражения, как подземные озера, подземные реки, жилы. Существуют водоносные горизонты. То есть вся вода содержится в породах проницаемых. Если эти воды проницаемые, рыхлые или трещиноватые, значит это водоносный горизонт. А если воды непроницаемые, то значит этот пласт называется водоупором. Например, песок у нас проницаемый, водоносный горизонт. Глина у нас будет водоупором. Еще такая путаница существует в определении грунтовая вода, артезианская, верховодка. Это все подземные воды, но они отличаются по условиям залеганиям. Начнем с грунтовых вод. Грунтовые воды это для нас наиболее такой знакомый вид подземной воды. Это первый от поверхности водоносный горизонт, который залегает на водоупорном пласте. Грунтовые воды, как правило, безнапорные. И если выкопать колодец, то вода установится как раз на уровне верхней границы этого водоносного горизонта. А вот верховодка, это такой ограниченный, в отличие от грунтовых вод, которые широко распространены верховодкой, это такой ограниченный по площади водоносная линза, которая очень подвержена сезонным климатическим изменениям. Летом она пересыхает, зимой тоже пересыхает. Поэтому если колодец прокопать и попасть на верховодку, то это очень неудачно получится. Уровень там будет постоянно изменяться. Еще такой термин, как артезианская вода. Часто такой используют и в рекламах, и между собой. Артезианская вода не очень характерна, не очень правильно говорить для наших условий, потому что это все-таки горизонт, который образуется в больших геологических структурах, как правило, осадочных каких-то структурах. Лучше говорить, это межпластовая вода, то есть горизонт, который заключен между двух водоупорных горизонтов. Межпластовые воды, как правило, напорные. То есть под избыточным напором, если пробурить скважину, вода будет подниматься выше верхней границы водоносного горизонта и иногда даже выше поверхности земли. В таких случаях скважины, как говорят, самоизливают. В Карелию у нас такие есть воды, но называть их артезианскими не совсем верно. Вот мы посмотрим на типичные такие условия карельского региона. В геологическом отношении Карелия располагается на восточной границе феноскодинавского кристаллического щита. И только на юге Карелии встречаются осадочные породы русской платформы. Этот разрез представляет собой типовой такой разрез на открытом кристаллическом массиве. Какие характерные черты гидрогеологические можно наблюдать? Здесь распространен единый водоносный горизонт, который объединяет и рыхлые ледниковые отложения, которые таким неравномерной мощностью плащом покрывают кристаллические породы. Кристаллические породы у нас трещиноваты только в верхней части. 30-50 метров зона эффективной трещиноватости, в которой могут содержаться воды подземные. Иногда эта зона трещиноватости увеличивается до 100-200 метров, но это относится только к таким тектоническим зонам. Большой удачей считается, если скважина попадает в такую зону тектоническую разрушенных пород. Разгрузка подземных вод, так как вода у нас гравитационная, свободная, значит она подвержена закону силе тяжести, и она движется от верхних частей рельефа к нижним. То есть водосборы поверхностных и подземных вод совпадают. Разгрузка осуществляется в водотоке и водоемы. Водоносный горизонт располагается достаточно близко к поверхности. На возвышенностях пониже, конечно, и близко в понижениях. И очень часто в понижениях, особенно на контакте с непроницаемыми породами, образуются родники, естественные выходы подземных вод на поверхность. А в том случае, если в понижениях наблюдаются глинистые породы, то образуется такой субнапорный горизонт, и скважины у нас изливают. Неравномерность трещиноватости очень хорошо подтверждается буровыми работами. Очень часто бывает, что соседние скважины совершенно разные плодобильности. Скважина, попавшая в зону трещиноватости, с водой, и скважина, которая попала в монолитную породу, бестрещинную, она у нас безводная. Поэтому вывод такой о гидрогеологических условиях кристаллического массива нет мощных по водообильности и выдержанных по площади водоносных горизонтов. Как правило, это малодебетное такое водоснабжение, и поиски достаточно водообильных участков достаточно сложное дело. И прогнозирование таких участков достаточно сложное, неблагодарное дело. Вот то, что касается родников, выходов, как я сказала, естественных выходов подземных вод на поверхность. Многие видели разных, совершенно разнообразных родников у нас в Карелии, и разных по мощности, по виду, по составу. Здесь, например, канавы вскрыты подземные воды, родничок имеет такой хороший дебет. Здесь железистые воды выходят. Иногда родники обустраивают, оборудуют для удобства, так называют, есть такой темир, коптируют. Либо бетонными кольцами, либо в виде сруба деревянного. Поэтому иногда называют колодцами. Но от колодца родник отличает то, что всегда есть сток. То, что касается мифов о всегда чистой воде в родниках. Надо сказать, что наши исследования показали, многолетние исследования, многолетний мониторинг на территории города Петрозаводска показал, что нет чистых родников на территории города. Ну, только на окраине. На окраине города, да, вот стадионы бывшие трудовые резервы, там достаточно чистый родник. Очень просто определить вероятность загрязнения родника. Надо посмотреть просто, что находится выше по рельефу. Если на этой горе, из-под которой выходит родник, располагаются строения, загрязняющие какие-то объекты, можно наверняка ожидать, что в этом роднике вода будет некачественная. И это подтверждается нашими исследованиями полностью. На протяжении 20-30 лет ведем мониторинг. Ничего лучше не делается. Вот на этом кадре показан самый большой наш родник, озеро-родник Талая-Ламба. Это памятник природы у нас регионального значения. Находится на границе Суаярского и Медвежегорского района. Доля подземного питания в этом озере, в этой ламбе, составляет где-то около 80%. Очень интересный родник. Не зря его считают памятником природы. Он, конечно, в труднодоступном таком месте находится. И в последние годы, надо сказать, что очень изменился облик этого красивого очень озера. Дело в том, что вытекающий ручей перегорожен бобровой плотиной. И уровень воды поднялся достаточно высоко. Затопил прибрежный лес. Лес начинает падать в озеро и портит, так сказать, картину нашу красивую. На этом слайде показана карта расположения многочисленных родников в Карелии. Многочисленных. Надо сказать, что первый каталог родников в Карелии был составлен еще в 70-х годах после гидрогеологических съемок. Он устарел, конечно, потому что часто родниками называли незначительные выходы, маломинерализованные, даже, можно сказать, поверхностные воды. В настоящее время в институте собрана большая база данных, которая содержит сведения более чем полторы тысячи в родниках. Среди них много интересных объектов. Разными значками показаны здесь и памятники природы, и высокодебетные редкие родники. То есть родники до 100 литров в секунду. Те родники, которые используются для питьевого доснабжения, а также показаны минеральные, радоновые и железистые источники. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, что нужен современный каталог родников издать просто и для туристов, и для любителей природы. И все возможности у нас есть, но нет, так сказать, финансирования, соответственно. Дальше, значит, в отличие от родников, колодец – это гидротехническое сооружение. Уровень воды, как правило, ниже поверхности земли. И воду добывают либо насосами, либо ведрами. Это обычная такая картина деревенская. Часто колодцы и, потом я скажу, самоизливающие скважины тоже называют родниками. Но и скважины, и колодцы, еще раз повторяю, это неестественный выход на поверхность, а это гидротехническое сооружение для добычи воды. Вот про скважины кадр. Многие видели вот такого вида скважина с электропогружными насосами. Это в том случае, если уровень воды находится ниже поверхности земли. И в редких случаях встречаются скважины самоизливающие. Вот те, которые такие напорные воды. Как правило, это разведочные геологические скважины оставленные. И вот они имеют такой вид. После таких вот водных слов о подземных водах и источниках остановимся на составе воды, на качестве подземной воды. Надо сказать, что очень много процессов, которые влияют на состав подземной воды. Так как это геологический объект, подземная вода, она всегда находится во взаимодействии с породами, то происходят различные процессы и растворения. Правда, это для нашего региона не характерно. В основном у нас происходит выщелачивание гидролиз. Много других процессов тут написано. Гидробиологические процессы важны для подземных вод, особенно с точки зрения биогенной генерации углекислого газа, который способствует процессам выщелачивания. И надо сказать, что подземные воды это сложный водный раствор, который содержит неорганику, органику, газы и микрофлору. Но все разнообразие химического состава воды определяется большим сочетанием небольшого количества основных ионов. это главные такие компоненты воды, как кальций и магний, хорошо всем известны, натрий и калий, гидрокарбонаты, сульфаты и хлориды. Вот, собственно говоря, элементы, которые составляют практически 100% минерального состава воды. И только на 1% приходятся все остальные элементы и соединения. Вот на этом графике показано распределение микрокомпонентов в подземных водах Карелии. И, как вы видите, подавляюще, практически все элементы находятся в среднем в концентрациях меньше 1 мг в литре. Очень низкие концентрации. Есть, конечно, исключения на месторождениях, в местах загрязнения каких-то. Там эти элементы могут содержаться в больших количествах, но в среднем для чистых, незагрязненных территорий концентрация имеет вот такое вот распределение. Главные ионы, разнообразие их, создают несколько типов подземной воды. Основным широко распространенным типом воды, как поверхностной, так и подземной, являются гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды. Это самые благоприятные для человека, для питьевого водоснабжения воды такого состава. Иногда вмешивается натрий, натрий, надо сказать, это гипертонический элемент. Иногда сульфаты выходят на первое место. Но это очень редкие у нас воды сульфатные. Они встречаются в марциальных водах и на месторождениях шунгитов. Об этом отдельная лекция. Иногда встречаются и хлоридно-натриевые воды. Как ни странно, на кристаллическом таком хорошо промытом щите у нас встречаются хлоридно-натриевые экзотические такие высокой минерализации воды. Если говорить о проблеме питьевых вод в регионе, то для поверхностных вод самые неблагоприятные факторы это высокая цветность, дефицит йода, фтора и многих микроэлементов и дефицит солей жесткости, то есть от кальция и магния. То есть у нас в регионе для поверхностных вод существует проблема мягких вод. Она является неблагоприятным фактором для сердечно-сосудистых заболеваний. На этом графике показано сравнение минерализации воды в Онижском озере, вот самая маленькая, всего там около 40 мг. Это, например, в среднем минерализация родника показана, скважина более глубокая. Вот это ПДК, то есть предельно допустимая концентрация для питьевых вод, такой самый большой, значит, до 1 грамма в литре. И вот этот столбик висящий, это норматив воды для высшей категории. Есть такие нормативы для воды высшей питьевой категории. Так вот, вы видите, насколько поверхностная вода нашего региона меньше самой, так сказать, лучшей питьевой воды. Подземные воды, в отличие от поверхностных, отличаются большей минерализацией, значительно большей. Вот на этой карте показана минерализация подземных вод Карелии, Карта. Видно, что и подземные воды имеют большой диапазон минерализации от достаточно пресных вод и до солоноватых. Даже кружками показаны скважины с минерализацией воды больше 1 грамма в литре, то есть выше предельно допустимой концентрации. Есть такие скважины, как я говорила уже, с водой, с солоноватой хлоридно-натриевого состава. Но в целом вода значительно более минерализована поверхностной, значительно более благоприятна для питья, для здоровья. Единственным, ну не единственным, но несколько элементов, которые являются препятствием для такого широкого потребления подземной воды, это в первую очередь избыток железа и марганца в подземных водах. Эти элементы токсическим свойством не обладают, а нормируются по санитарно-гигиеническим показателям. Это, во-первых, цвет воды, откладываются осадки на посуде, на трубах. И, кроме того, марганец плохо влияет на обмен йода в организме. Кроме того, в подземных водах часто встречаются высокие концентрации радона, газорадиоактивного. А в грунтовых водах населенных пунктов часто встречаются высокие концентрации нитратов. Это, как следствие, загрязнение органическими отходами. А привлекательность подземных вод в первую очередь заключается в том, что она по органолептическим свойствам по цвету, запаху, вкусу очень отличается от поверхностной. Эти свойства подземной воды объясняются тем, что в ней мало органических веществ, значительно меньше микроорганизмов, постоянная невысокая температура. И многие уверены, что подземная вода всегда чистая, но в пределах населенных пунктов грунтовые воды, не имеющие защиты с поверхности, как правило, загрязненные. Ну и хочется сказать, говоря о подземных водах, что есть такие уникальные по составу подземные воды у нас в регионе, как марциальные воды. Это первый в России курорт, еще при Петре первом открытый. Несмотря на то, что железо для питьевого водоснабжения вредный компонент, если его содержание более 10 мг в литре, железо может быть лечебным компонентом, биологически активным компонентом. и в лечебных целях используется фанатуре марциальные воды. Мысль об исключительной роли подземных вод в жизни человека сформулировал академик Карпинский. Нет более драгоценного ископаемого, как вода. То есть вода, как геологический объект, является полезным ископаемым. Но в отличие от всех других видов ископаемых, подземные воды обладают уникальным свойством, возобновляемостью, в отличие от других полезных ископаемых. А возобновляемость у них за счет атмосферных осадков. То есть пока есть осадки, подземная вода не иссякает. А раз это полезное ископаемое, то всегда существует такое понятие, как запасы любого полезного ископаемого, в том числе и подземной воды. Но не столько объемом воды это определяется, которая содержится в водоносном горизонте, а тем количеством, которое может быть получено при эксплуатации. Воды может быть много в горизонте, но ее не добудешь. Как например в глинах воды много, но ее не добудешь. где я потерялась? И переходя к запасам и ресурсам подземных вод, на этом слайде показаны сравнения ресурсов подземных вод в Карелии в сравнении с водными ресурсами озер и рек. Посмотрите насколько меньше их в силу своих геологических особенностей и в силу большой озерности самой большой в мире ресурсы подземных вод, тем более эксплуатационные запасы очень малы. доля подземных вод в общем балансе водопотребления Карелии никогда не превышала 5%, что является наименьшим показателем для регионов России. Меньше всех в России, в Карелии доля подземных вод очень мало используется. Даже если сравнивать с северными субъектами Европейской части Российской Федерации, очень хорошо видно, насколько карельская доля ресурсов в сравнении с другими северными областями. Вот этот график показывает удельное водопотребление на человека. Тоже самый маленький показатель. Если например сравнить с Финляндией, которая имеет сходные условия природные и геологические, там доля подземных вод в хозяйственном использовании достигает 70%. Дело в том, что еще в 60-х 60 лет назад организация водоснабжения в стране считалась вопросом первостепенного значения. То есть положение с низкой вот такой долей подземных вод в Карелии определяется не гидрогеологическими особенностями региона, а сколько организационно-техническим характером проблемы. При таких больших запасах поверхностных вод никто не хочет заниматься разведкой и добычей подземных вод в больших таких объемах. Вот карта демонстрирует возможности использования подземных вод и количество месторождений разведанных на территории Карелии. Видите, что прогнозные ресурсы неравномерные на территории Карелии. И в целом количество разведанных месторождений на 2020 год составляет 40. Но как правило все месторождения очень мелкие. очень мелкие. Вот показан масштаб кружков. И залитые кружки это эксплуатируемые месторождения, а белые кружочки это только разведанные, но не введенные в эксплуатацию. Самый крупный водозабор подземных вод у нас расположен в городе Ланце. Это единственный город в Карелии полностью обеспеченный подземными водами. Но дело в том, что Аланец находится уже за пределами кристаллического щита. Он находится уже в пределах развития осадочных пород русской платформы. Там водообильность пород лучше, выше и возможность водоснабжения там лучше. Кроме того, централизованное водоснабжение за счет подземных вод, организованного в некоторых поселках Карелии. Новая Вилга, Челна, Пиндуша, Повенец. В Петрозаводске район Древлянки. Один район всего. Хотя для Петрозаводска разведано крупное месторождение подземных вод. Вот знаменитые фонтаны, куда все на лыжах ходят и видят там скважины самозливающие. Это как раз район разведки подземных вод для водоснабжения Петрозаводска. Но очень много надо вложить в финансирование, чтобы организовать пока такого финансирования просто нет. Самые перспективные участки для водозаборов это узовые гряды. То есть это такие образования ледниковых отложений, состоящих из песков. видели все наверное в районе пряжи вот такие отложения. Большие такие песчаные дюны, горы. Они кстати достаточно широко, неравномерно, но много таких песчаных отложений на территории Карелии есть. И на рубеже веков последних совместно с финскими коллегами выполнен большой объем работ по разведке подземных вод именно в таких отложениях. Сейчас разведано много месторождений на учете защищены запасы нескольких месторождений пяти всего-навсего. В то время как в Финляндии таких месторождений в таких отложениях более тысячи эксплуатируются. Там очень широко развито водоснабжение для небольших поселков именно подземными водами из песчаных отложений. Потому что разведка, эксплуатация и добыча подземных вод из коренных кристаллических пород всегда требуют больших финансовых вложений на разведку и на поддержание оборудования. Но к сожалению такие песчаные отложения как правило отрабатываются карьерами. А в заброшенных отработанных карьерах как правило располагаются либо свалки либо какие-то такие предприятия небольшие либо кладбище очень часто на заброшенных песчаных карьерах. Вот например в Финляндии существует закон что эти все месторождения песчаные относятся к перспективным районам для водоснабжения. Поэтому их охраняют и не позволяют даже отрабатывать песок ниже двух метров до уровня подземных вод. Но единственным недостатком использования таких отложений для водоснабжения является то, что они очень проницаемые и очень подвержены загрязнению с поверхности. А защищенность подземных вод естественно обеспечивается только в том случае, если водоносные горизонты перекрыты водонепроницаемыми породами. Такие условия в Карелии создаются только на ограниченных площадях. Белые площади это все практически незащищенные подземные воды, независимо от того, в каких породах они находятся. И только небольшие площади относительно условно защищенными считаются, природно защищенные. Проблемы использования водных ресурсов Карелии для питьевого водоснабжения, в том числе использование подземных вод и характеристика подземных вод на территории Карелии приведена в такой монографии, которую выпустили совместно с финской стороной больше 10 лет назад. Достаточно доступная книга, хорошим языком изложена. и кто интересуется этими проблемами, я, пожалуй, отсылаю к этому источнику. Ну, на этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо за внимание. лекции